Привет, мои сладкие привет, мои кожи тегеретки! Сегодня с вами снова я, Тегер Натя. Хочу сегодня показать вам покупочки такие вот канцелярские. Я снова набрала их, чтобы показать все покупочки в одном видео. Вот, накапливала. Мне удалось съездить в наш торговый центр Макси, сходить, читать город, и в Ленту, и в Мокош. Вот, и я, наконец-таки, купила все, что нужно мне для писем, для творчества. Поэтому сегодня я вам покажу эти товары. Все цены я буду писать внизу, как обычно, поэтому назвать их не буду, чтобы не отвлекаться. Начну я с бумаги упаковочной, которая просто, я не знаю, была находкой, наверное, потому что она стоила очень дешево. Я ее, как увидела, сразу отхватила себе два рулона, именно того дизайна, который был мне нужен. Я буду делать сейчас скоро тематические письма, ну и просто письма. И мне на конверте нужна была бумага с розами и разными такими цветами сиреневых розовых оттенков. И поэтому я взяла вот такую. Мне кажется, она очень красивая, как вы можете видеть. Вот, ее здесь достаточно много. Здесь 90 на 100. Мне этого хватит за глаза на много конвертов. Второй рулон выглядит вот так. Вот здесь и сиреневые, и розовые цветы, и флоксы разные. Что у нас здесь? И розы тоже есть. И я не могу разобрать еще какие-то цветы. Ну, вот сами видите. Очень красивые оттенки. Мне кажется, конверты будут очень красивые. Далее я взяла вот таких два блока для записи. Вот они. Один мятного цвета. Такой очень красивый. Вот здесь вот видно. Хочу потом взять еще персиковый и такой темно-бирюзовый. И вот такой вот светло-желтый. Я делаю с них окошки для конвертов адресные. Очень красиво смотрится. Я их декорирую такими ножницами. Как они называются? Ну, в общем, фигурными ножницами. Получаются такие края очень красивые, кружевные. И потом пишу адреса. Так что вот такие вот хорошие листочки. У меня еще был блок большой. Она была как акварельная белая бумага. Я ее пока вообще нигде найти не могу, потому что даже не помню, где покупала. Поэтому пока беру просто цветные и все еще в поиске этой белой бумаги. Следующий блок я взяла вот такой вот. Блок бумажный. Та же самая фирма Индекс. Такие вот цвета. Такой салатовый, розовый, темный, персиковый такой. Даже, не знаю, на камере он кажется более оранжевым. Но он такой розовый персиковый. И вот такой вот красивый тоже темно-зеленый. И даже более мятный, что ли. Ну, очень красивый цвет. Так что вот такие вот окошки теперь будут у меня на конвертах. Наконец-таки разнообразие. А то все время были то желтые, то белые. И все время хотелось чего-то цветного. И вот, наконец-таки. Итак, последняя покупка из ленты. Это такой вот блокнотик А6. 60 листов в клеточку. Такую приятную, желтую. Я в постоянном поиске хорошей клетки. Вот эта клетка классная. Она бледная, ее почти незаметно. На ней очень удобно писать. Бумага мягкая. И не скользкая. А вполне себе такая нормальная. Но я в поиске все еще таких, знаете, бледно-бледно-зеленых. И бледно-мятных. И также, сейчас скажу, бледно-мятный, бледно-зеленый. Бледно-сиреневый. Бледно-персиковый. Вот. Именно в клетку, либо в линейку. Но нигде их не продают. Вчера вроде бы нашла я толстый такой блок. А4. А5 формата. И что-то как-то, не знаю, денег не хватило у меня. Потому что он стоил 132 рубля. И я решила пока не брать. Возьму, наверное, в следующий раз. Там как раз были оттенки персиковый и мятный. Но он, наверное, возьму в следующий раз. И взяла вот этот блокнотик. Он совсем дешевый был. И он очень мне пригодится как раз для писем. Для каких-нибудь записок. Так что, никогда лишним не будет. Теперь переходим к покупкам из Мокош. Я взяла вот таких вот два вида листочков. Пайетки. Темно-зеленые. Очень красивые. Они прям переливаются таким перламутром. И вот эти вот тоже салатовые. Тоже очень красивые. Все-таки, мне кажется, будет интересно делать с ними работы. Вот. Наконец-таки мои письма просто обретут еще более красивый вид. Особенно теги. И, наконец-таки, я взяла три вида бабочек, которые хотела. Кроме персиковых. Их нигде нету. А у меня осталось буквально штучки три, наверное, персиковых и желтых. И я нигде не могу их найти. Но взяла вот такие вот очень красивые. Вот это розовые. Они просто потрясающие. Посмотрите, какие они красивые. Очень нежные. Эти у нас сиренево-голубые. Но на камере они какие-то другие. Странно. На самом деле они и в голубой, и в сиреневый, и в такой желто-розовый переливаются. Чистый такой перламутр. Вот здесь ничего не указано. Просто сказано, что это голографические бабочки. Опять же, где здесь голографика, я не знаю. Голографика, она другая. Это перламутр на самом деле. И вот такие вот зелено-голубые. Вот тоже очень красивые бабочки. Все такие крупные. С ними будет очень классно делать теги и АТСки. Вот для этого, конечно, я их и взяла. Теперь покупки из Читай-Города. Смогла только два приятных взять, потому что все очень дорого. Сейчас расскажу прикол. Ну, я позавчера сделала себе заказ на Алиэкспресс. И там в заказе была штемпельная подушка. Такая, ну, стандартного размера, да. Золотого цвета. Именно с золотыми чернилами. Потому что у меня вот такая маленькая с золотыми чернилами. И у меня мои штемпельные вот эти вот... Не штемпельные, а штампы мои. Они, короче, не помещаются в эту подушечку. Потому что они большие. И я искала себе среднюю подушечку. Потому что черную у меня есть. И есть у меня синяя и красная. Но такими цветами я не пользуюсь. Мне нужен именно золотой цвет был для моих работ. Короче, я нашла на Алиэкспресс. Заказала ее себе. И вчера прихожу в Читай-Город. И вижу там те же самые подушечки. Но только не за 45 рублей, как я купила. А за 145 рублей. Те же самые. Просто я была в шоке. В огромном шоке. Итак. Вот за 95 рублей взяла декоративные пайетки. Здесь написано декоративные блестки. Но это не блестки, это пайетки. Там была красивая упаковка. На 10, по-моему, рублей дороже. Но с меньшим количеством. Я решила взять просто обычную упаковку такую. Которая мне не нужна. Я все равно пересыпаю все свои пайетки в отдельную емкость. Которую храню. Но единственное что, она сыпется. Всю дорогу я собрала эти свои цветочки. Которые здесь находятся. Они постоянно высыпались. Там были еще звездочки. Очень красивые. В следующий раз за ними вернусь. Они такие крупные, розовые. Как раз для работ пойдут. Сердечки были не очень симпатичные. Кто-то там был еще. Но я не понимала, куда мне их использовать. И последняя моя покупка из Читая Города. За что я люблю Читая Города? Это за бумагу. Конечно, она дороже наполовину, чем в Майшоп. Или в других магазинах. Но все-таки здесь у меня есть возможность прийти, потрогать, посмотреть, открыть. Все листочки посмотреть, чем заказывать через интернет. И ждать какое-то время, пока оно доставится. Поэтому я просто не пожалела и взяла вот такой набор. Он называется Бронте Чарм. То есть это в стиле Бронте. Здесь 24 листа 160 грамм на квадратный метр. У нас здесь 15 на 15. Как обычно, такой стандартный маленький размер. Цветовая гамма, вот она указана, что очень удобно. И вот они, дизайн листочков. Я давно искала такой набор. Честно, давно. Этот набор стоил 279 рублей. Все их расцветки. Вот это у нас обложка. Да, тоже можно повырезать и использовать. Вот эти вот картинки. Посмотрите, какая красота просто. Каждый листочек по два вида. Это я люблю в этих наборах. Они односторонние. Вот. Кстати, это тоже очень удобно. Потому что можно делать из них интересные разные композиции. И не жалеть о том, что с другой стороны у вас будет другой принт. Субтитры создавал DimaTorzok Так что, вот такие вот покупки. Вот такая вот бумага. Просто потрясающе. Вот эти вот голубые дизайны. Это, я не знаю, это любовь. Самая настоящая любовь. Потому что я огромный фанат такого вот принта. И принта вот такого. Очень я это дело люблю. Меня это дико радует. И в скором времени вы увидите кое-какую красоту, которая у меня получится. Я надеюсь, что она получится. Вот. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Спасибо, что вы стоите со мной. Надеюсь, на ваш лайк. Всякий высылой внимания. До новых встреч. Пока-пока.